Как мы уже рассказывали в своих сюжетах, в ауле Хоц в прошлом году была начата реконструкция моста через реку Хоц. Он был построен полувека назад и регулярно требовал ремонта. Из федерального бюджета на капитальный ремонт моста было выделено 10 миллионов рублей. На эти средства рабочая бригада из организации «Общество с ограниченной ответственностью Спутник» заменила деревянные шпалы на металлоконструкции, залили мост спецбетоном и укрыли асфальтом, обустроили дорожки для пешеходов, установили ограждение и освещение. Еще одно событие, которое порадовало жителей поселения, это реконструкция врачебной амбулатории. В ходе капитального ремонта заменена кровля здания, проведена внутренняя отделка, заменили деревянные полы на бетонную плитку, отремонтировали котельную и систему отопления, заменили двери и окна, обустроили территорию. Для оснащения амбулатории было приобретено оборудование и мебель. В настоящее время эти два объекта запущены в эксплуатацию. Разделить радость жителей в минувшую среду приехал временно исполняющий обязанности главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Вместе с ним прибыли член Совета Федерации от Республики Адыгея Мурат Хапсироков, заместитель председателя Госсовета ХАСа Республики Адыгея Мухаммед Ашев, министр здравоохранения Рустеми Ритуков, помощник главы Республики Адыгея Заур Конов. Гостей встречали глава района Заур Хамерзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава Ходзинского поселения Рамазан Тласнаков, также жители Аула. Первый объект, который Мурат Корольбевич посетил, это мост. Руководитель региона побеседовал с подрядчиком, осмотрел сооружение. Для Аула очень важный объект, потому что и пастыща, и все, и коммуникации, это было хорошо, чтобы быстро все свое время сделано. И раньше ремонтировали, но раньше все местечко было. Здесь же в Рио главы Республики Адыгея обсудил с директором Адыгея Мелия Водхоз, Азаматом Хапаевым, ходы реконструкции дамбы в южной части Аула. По дамбе у нас два года уже идет строительство, в прошлом году мы начали. Общая стоимость у нас 62 миллиона. Реконструкция предполагает у нас восстановление характеристик дамб на 4 километра. Вот у нас, где мы стоим, это нулевой пикет фактически, и заканчивается вот в начале. В прошлом году мы выполнили демонтаж железобетонных конструкций, монтаж 8 водовыпусков. 5 800 завезли камни там на отдельных пикетах, если время будет, можем посмотреть. В этом году у нас мы поднимаем дамбу на 20 сантиметров еще для того, чтобы, соответственно, обеспечить пропуск паводка в нужный момент. И укрепление железобетонного откоса, то есть это где-то около на 2,5 километра. Вот у нас в четверг пришли лимиты, в принципе, вот с понедельника подрядчик уже технику начинает завозить. И в этом году активно начинает завозить. Боимся паводка. Ну, лучше его всегда, как сказать, держать в уме, но бояться не боимся однозначно. Азамат Хапаев доложил, что работы проводятся в соответствии с графиком и будут завершены к декабрю этого года. Местные жители поблагодарили Мурата Кумпилова за внимание и отзывчивость. В ходе встречи Мурат Корольевич высушил пожелания жителей и дал после этого соответствующее поручение руководителям профильных ведомств. Далее, временно исполняющий обязанности главы Адыгея побывал во врачебной амбулатории. Мурат Кумпилов осмотрел обновленные здания, оценил качество оснащения кабинетов. Амбулатория рассчитана на 20 посещений в день и имеет дневной стационар на 7 коек. Прием осуществляют два терапевта, педиатр, зубной врач, а также здесь работает физиокабинет и дежурит в фельдшеры скорой помощи. Зона обслуживания включает АУ «Ходз» и хутор «Кармалина-Гидроицкий» с общим населением более 3000 человек. В рамках рабочей поездки Мурат Кумпилов посетил крестьянско-фермерское хозяйство семьи Гашевых. В прошлом году семья приняла участие в конкурсе по предоставлению грантов начинающим предпринимателям по муниципальной программе господдержки и получила 100 тысяч рублей, которые направила на покупку двух дойных коров. Всего в хозяйстве насчитывается 20 голов КРС, в том числе 7 дойных коров, а также около 30 овец. Поддержка малого и среднего бизнеса, особенно на селе, это одна из приоритетных задач руководства республики. «Сегодня мы видим, что наши усилия приносят результат. Надеемся, что вашему примеру последуют и другие жители села, тем самым обеспечивая себе достойный заработок и развивая экономику аулов и хуторов», – сказал Мурат Кумпилов, обращаясь к фермерам. «Мурат Кумпилов, обращаясь к фермерам, обращаясь к фермерам, обращаясь к фермерам».